Тема урока «Птицы с характерами». Рассказ Михаила Пришвина «Изобретатель. Творчество писателя». На этом уроке мы поговорим о творчестве Михаила Пришвина, узнаем, почему писателя называли птичником, и на примере рассказа «Изобретатель» поговорим о птичьих характерах. Пришвин Михаил Михайлович родился в многодетной купеческой семье 4 февраля 1873 года в имении Хрущева-Левшина Орловской губернии. В 1902 году закончил Лейпцигский университет по специальности инженер-землеустроитель. Работал агрономом, написал несколько статей и книг по сельскому хозяйству. К творчеству писатель пришел лишь в 33-летнем возрасте. Оставил свою профессию и стал сотрудничать с разными газетами и журналами. В это же время начал увлекаться этнографией и фольклором. После путешествия по русскому северу, куда отправился пешком с одной котомкой, охотничьим ружьем и записной книжкой, появилась его первая книга очерков «В краю непуганных птиц» в 1907 году, за которую он был награжден серебряной медалью Русского географического общества. Почти все произведения писателя посвящены природе, животным, и это не случайно. Разгадка темы писателя кроется в его детстве. Пришвин родом из старинного русского города Ельца, который окружала простая, небогатая русская природа, и на этом просторе сформировался острый и подмечающий взгляд писателя. Еще в детстве один из соседских крестьян Гусек научил Михаила понимать тайны природы, удивляться ее многообразию, подмечать детали. Писатель никогда не делил свое творчество на взрослое и детское, поэтому рассказы, написанные для детей, он включал и в книги для взрослых. Впервые как детский писатель опубликовался в 1906 году в журнале «Родник», а его первая книжка «Матрешка в картошке» вышла в свет лишь в 1925 году и включала в себя рассказы для детей. Со временем получилось так, что Пришвин стал больше писать именно для детей. Он ценил в ребенке отзывчивость, неутраченное чувство удивления мира, его книги о том, что видел и переживал он сам. Все его описания и впечатлений от встреч с природой написаны необычайно красивым, красочным, понятным языком, поэтому писатель Паустовский назвал Пришвина певцом русской природы. Пришвин ходил по белому свету, по берегам рек, по лесным тропам, по вину извлечению быть среди природы, среди простого народа, наблюдать, подмечать и записывать поверья, приметы, сказки. Самыми известными детскими произведениями являются «Лисичкин хлеб», «Кладовое солнце» и повесть «Жень-шень». В своем рассказе изобретатель Пришвин также использует тему природы. Повествуя о ней, он пытается рассказать о человеке, о взаимоотношениях людей. А сюжет рассказа прост. Однажды, возвращаясь с охоты, Пришвин взял на воспитание трех диких утят. И об их дальнейшей судьбе этот рассказ. Особенностью рассказа является то, что главные герои «Утки» и «Курица» получили имена. Утки-мамы – Дуся и Муся, курица – пиковая дама. И смышленый утенок в конце рассказа тоже получает имя – изобретатель. Таким образом, автор выделяет этих птиц, и это не случайно. На их примере он поведал о материнстве, о разном отношении мам к своим деткам, о разных характерах этих птиц. Показал, как утка Дуся и курица-пиковая дама заботятся о своем потомстве, учат его, защищают. По-другому к этому отнеслась утка Муся. Она не захотела высиживать яйца и заниматься своими детьми. За нее это сделала курица. «Пустая голова», – говорит автор про Мусю. Пришвин рассказывает реальную историю из жизни. В описаниях животных, в понимании их характеров прослеживается любовь к ним. После появления на свет деток-утят, каждая мама по-своему начала воспитывать и обучать их. Дуся повела своих к пруду, а пиковая дама своих утят – в огород за червями. Автор показывает, как птицы разговаривают между собой. Курочка на своем языке, непонятном для утят. Утка на своем. Кряк-кряк – эта утка зовет утят. Свись-свись – это отвечает утята. На их языке это означает «свои к своим». Не случайен этот разговор в рассказе. Этим приемом звукоподражания автор показывает, что птицы могут по разговору узнать родных, как люди. А также его использование помогает раскрыть психологическое состояние птиц. Сметение утят, когда они слышат родные звуки из пруда и не понимают, почему их мама-курица разговаривает по-другому. Удивление курицы, которую не понимают, а потому и не слышат дети утята. Но зато они охотно откликаются на зов утки и бегут к своей утиной семье, которая их с радостью принимает. Пиковая дама сердится, беспокоится, не оставляет попыток обратить внимание утят на себя. Но все безрезультатно. Они теперь единая утиная семья. Жизнь продолжается дальше. Еще одной птицей с интересным характером стал изобретательный утенок. Пришвин в рассказе называет его в шутку «Воин ростом с небольшой огурец», показывая тем самым, что утенок очень мал. Но несмотря на возраст, он смог выбраться из большой корзинки, куда утку и ее утят сажали на ночь. Автор заинтересовался, каким образом утенку это удается. И, решив выяснить, как это происходит, проследил за птицами. Сначала Пришвин недоумевает, как малыш смог выбраться, а затем восхищается его способностями. Утенку удалось не только самостоятельно покинуть корзинку, но со временем обучить этому приему и всех остальных. Дети автора прозвали его изобретателем. Вначале утенка называют изобретатель, и это название дается в кавычках, потому что он его еще не заслужил, но уже с намеком. Без кавычек из-за главной буквы имя изобретатель Пришвин пишет лишь в конце рассказа, тем самым показав, что утенок его заслужил по праву. Особенность его произведений состоит и в том, что автор использует свою пришвинскую форму – выражение мыслей. За свое умение зорко подмечать характерные индивидуальные особенности птиц Пришвина прозвали птичником. Он любил своих героев. В его рассказах природа и человек соединяются в единстве. Через наблюдение за братьями меньшими происходит познание себя и осознание своего родства с окружающим миром. Итак, на этом уроке мы познакомились с творчеством замечательного писателя Михаила Пришвина, узнали, почему его называют птичником, и подробно изучили характеры птиц в его рассказе «Изобретатель». Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...